МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск.Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса расскажем о главных событиях минувшей недели. С Гребенщикова спросили вице-губернатора. Вызвали на допрос по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Семь раз от мэрь. Почему никто не хочет возглавить город? И чем провал выборов грозит главе региона? Все свое ношу в себе. Как омичи могут заработать на сдаче биологических материалов? Кто их знает? Мы отыскали в городе необычные и малознакомые мечам памятники и скульптуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый зампред областного правительства Станислав Гребенщиков в минувшую пятницу был доставлен на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщил Интерфакс. Выскопоставленный чиновник проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Напомню, еще на прошлой неделе он был одним из кандидатов в мэры Омска, но снялся по состоянию здоровья. У чиновника диагностировали гипертонический криз. Ну а уже на этой неделе в отношении вице-губернатора возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, Гребенщиков, используя свои должностные полномочия, организовал незаконную выплату. Более 14 миллионов рублей средств федерального бюджета питерской компании ООО «Строинвесткомплект», которая реконструировала здание под музейный комплекс «Эрмитаж Сибирь», но не выполнила своих обязательств. Вице-губернатор, курирующий эту стройку, знал, что подрядчик не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. Расследует уголовное дело 5-е следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области. На минувшей неделе в Омске должны были назвать нового мэра, но к 19 апреля, дню, когда преемника Вячеслава Двораковского голосованием определили бы депутаты горсовета, не осталось ни одного кандидата. Сначала самоотвод взял первый финалист Владимир Куприянов, объяснив все состоянием здоровья. Тем не менее, его хватает для работы на должности министра труда и соцразвития в региональном правительстве. Ну а за день до голосования свою кандидатуру без объяснений снял и молодой предприниматель Андрей Ярошевич. Теперь конкурс будут проводить снова. Выбрать нового мэра до истечения полномочий действующего к 11 июля могут и не успеть, и тогда руководить городом может продолжить Вячеслав Двораковский. Ситуацию, когда никто не хочет быть мэром Омска, высмеял даже известный шоумен Иван Ургант. Закончил школу с тремя двойками, не беда? Есть судимость, с кем не бывает. Сорок лет как на пенсии, подойдешь. Родился всего полгода назад, ползи к нам. Выгнали из Иванушек, ползи к нам. Ты, енот, отлично, преврати этот недостаток в достоинство. Кресло мэра Омска ждет тебя. Хватит сидеть дома, сложа руки. Сиди, сложа руки за бюджетные деньги. Впрочем, многим не до смеха. Несостоявшиеся выборы обнажили кризис в региональной политике. Вот об этом в нашей студии мы и поговорим с политологом Иваном Жуковым. Иван, приветствую. Привет, Антон. Для жителей Омской области, впервые наблюдавших за системой вот этих непрямых выборов, все произошедшее выглядит, ну, как минимум, странно, да? Никто не захотел стать мэром. Объясните, что произошло, почему так? Ситуация оказалась довольно смешная. Смешной ситуацией оказался горсовет, который был вынужден в спешном порядке принимать регламент сырой. В смешном положении оказались эксперты, которые всех опрашивали. Вот, ваш покорный слуга, каюсь, грешен. Все говорили, что придет определенный кандидат, ни у кого не было сомнений. В смешном положении оказались кандидаты больше, из которых, как выяснилось, вынуждены были фактически признать, что они техники снялись с выборов. В общем, все оказались в смешной ситуации. Здесь нужно сказать, что, во-первых, сам механизм вызывал нарекания, потому что он откровенно неуклюжий регламент, формирование комиссии с представителями фракции по одному, явно непропорционально численности фракций, непонятно, почетные граждане, и так далее. То есть множество было дыр, которые могли сказаться. В итоге нет, все равно областное руководство решило пойти по этому пути. И в итоге сейчас мы имеем, что имеем. И ситуация, вообще абсурдность ситуации заключается еще и в том, что областное руководство допустило фактически промашку такую, там, где оно не должно было ее допускать. Кандидат, который не мог ни пройти, не прошел. Ситуация, ну, просто абсурдная. Мне в этом смысле непонятно, конечно, почему такая кандидатура предлагалась, которая явно вызывала нарекания. Кандидат прогубернаторский вызвал массовое неприятие и стеблишмента политического, и общественных активистов. В итоге он снялся, и вся эта система посыпалась. Мы сейчас о Гребенщикове говорим. Да, да. Ну, он был явно основным кандидатом. Вторым кандидатом, который назвали, был Игорь Антропенко, который долго, явно выражал желание стать мэром, но его также явно не желал областное руководство видеть мэром. После того, как Гребенщиков был вынужден сняться под давлением, Антропенко не допустили. Выпустили кандидата дублера, тоже министра. Который, как выяснилось, потом мэром быть не желал. Вместе с ним шел другой кандидат, который, скажем так, как мы полагаем, с коллегами был просто кандидатом наиболее удобным, чтобы не было никаких эксцессов. И он оказался в итоге в смешной ситуации, когда ты подстраховываешь подстраховывающего, когда ты ни сном не вообще не желал. Остаешься единственным. Остаешься единственным, да. Как теперь выбирать глав городов, если с назначенцем не получилось? И всенародные выборы, да, люди на них неохотно идут. Есть такая понятие выученная беспомощность. Когда людям постоянно говорят, что выборы – это ничто и так далее, организуют неудобные дни, когда будет предсказуемая низкая явка, потом говорят, ну вот люди же не пришли. Ну, во-первых, если людей даже пришло немного, это отнюдь не повод упразднять выборы. Поэтому нужно просто популяризировать эту идею. Я считаю, что нужно было просто муниципалитетам активнее отстаивать право населения всенародно избирать. Вот Новосибирск и Екатеринбург оказались двумя только городами, в которых люди активно протестовали. В остальных тихо смирились. В некоторых регионах уже были сети-менеджеры, это нации республики. Я убежден, что на муниципальном уровне должны оставаться всенародные выборы мэра. Выборы свидетельствуют о неком кризисе в региональной политике. Вот какие последствия это все может иметь для власти? Помните, у нас губернатор объявил о тех кандидатурах, которых он бы хотел видеть. Согласовать в Москве. И говорят, что губернатор, я скажу, делегирует. Но вообще по закону губернатор не имеет права этого делать. То есть есть комиссия, там представители губернатора, но губернатор никого не делегирует. Всем понятно, что это губернаторский назначение. Но по закону никаких кандидатур от губернатора быть не должно формально. Это явно указывает на то, что областная власть в том числе не совсем понимала, что там напридумывала федеральная власть. Что сейчас для региональной власти произойдет? Ну, во-первых, вот эта ситуация, вот этот неожиданный кризис, это, конечно, очень серьезная метка для администрации президента Российской Федерации. Тем более, что регион был неким пилотным, где обкатывали схему. Да. И здесь не должно было быть вот этого падения. Оно произошло. Есть гипотеза о том, что это может быть чревато отставкой губернатора. Но здесь нужно посмотреть на обстановку. Вот наш регион должен пройти через несколько ключевых точек. Первая, ближайшая, это праймерис Единой России. Дальше выборы в Горсовет. Дальше мэр. И дальше президентские выборы. Естественно, администрация президента будет думать, если все же пойдет на отставку, когда это сделать. Сейчас смысла особого нет. То есть, если сейчас поменять губернатора, а кандидатура, наверное, только рассматривается, еще пока кандидатуры нету, нового губернатора. Хотя ходят слухи о том, что Медведев может привезти, он скоро приедет и якобы может привезти нового кандидата. Так вот, есть ли смысл менять накануне выборов в Горсовет? Новый губернатор вряд ли что-то успеет сделать. Тем более, что близится лето, это традиционное затишье, люди многие уедут в отпуска, и даже если губернатор совершит что-то героическое, многие этого просто не увидят. Поэтому, как иногда делает администрация президента? Если уж губернатор падает, дать ему упасть, допустим, если выборы в Горсовет все-таки будут провалены, они будут провалены и при действующем, и при следующем губернаторе, потому что следующий просто ничего не сможет сделать. Поэтому, теоретически, может быть, после выборов, например, в Горсовет. Либо же, например, если губернатор покажет хороший результат, все-таки выборы мэрские, теоретически можно довести до президентских выборов, сменить после. Потому что все-таки здесь стоит вспомнить, что Виктор Иванович у нас получил недавно мандат доверия, переизбрался относительно недавно, досрочно. Поэтому я считаю, что если будут какие-то оргвыводы, это будет в лучшем случае, в самом долгом, это, наверное, после того, как Горсовет выберет мэра. Потому что тогда будет временной лаг у нового губернатора для того, чтобы подготовить регион к президентским выборам. Чистки провести, привести какие-то инвестиции, команду и так далее. Я допускаю, что теоретически это может быть варяг. Если будет отставка, короче говоря, только осенью. Либо в следующем году. Спасибо большое, Иван. Было очень интересно. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию и ответили на вопросы. Всегда с удовольствием. А мы продолжаем программу. Когда нового городоначальника нет, а кандидаты берут самоотвод, мы спросили у прежних мэров, возможно, они готовы вновь занять это место. Но их ответы оказались весьма уклончивы. Я готов работать до тех пор, пока не выберут нового мэра города Омска. Повторного конкурса? Не рассматриваются вопросы. Я когда был избран мэром города Омска, это было в 2005 году, ситуация в городе была тоже непростой. Поэтому в этой связи я говорю, что хотелось бы, чтобы тот мэр, который изберет городской совет, прежде всего понимал проблемы, знал, как эти проблемы решить. У меня возраст не тот. Мы с Адабиром, тут Анатолий Николаевич как-то говорили, но бардак и бардак. Анатолий Николаевич говорит, что за полгода бы привели в порядок. Это как шутка. Так получилось, что я все время как бы переходил на какие-то другие этапы в жизни. И мне нравится Омск, это уже прошедшее дело. Я уже прошел эту часть. Нет смысла возвращаться в одну и ту же воду, потому что это не дает удовлетворения. Куда проваливается Омск, расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это Омск. Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова этой машины. Но дороги, если дорога ровная, динамического воздействия нет, она и сыпаться не будет. То есть надо горячую дегенерацию в городе применять. Впрочем, это решение в буквальном смысле лежит на поверхности. Проблема глубже. Дороги разрушают грунтовые воды. Если нет систем водоотведения, любая, даже самая лучшая дорога за пару лет изнутри станет похожа на швейцарский сыр. На этой неделе вода размыла новое полотно в Горьковском районе. Провал отрезал жителей от остального мира. Грунтовые воды подтачивают фундаменты домов. Также еще опасность грунтовые воды представляют тем, что они по своей сути являются хорошим растворителем и оказывают агрессивное влияние на бетонные и железобетонные конструкции. При длительном контакте и периодическом смачивании этих железных бетонных и бетонных конструкций происходит их разрушение. Чиновники согласны с учеными, но считают, что проще построить новый город, чем заново проложить сложную систему водоотведения. Уже в мае уровень грунтовых вод достигнет пика. Они будут уже в двух метрах от поверхности, а значит новых провалов не избежать. Данила Выжевский, Александр Лысак и Анатолий Серов. Омск здесь. Депутаты отчитались о своих доходах. Цифры удивили многих. Если к множеству нулей в строчках о прибыли привыкли давно, то число объектов недвижимости в собственности удивляет. Так депутат ЗАГСобрания региона Дмитрий Павлов, учредитель и гендиректор компании Омской кабельной сети задекларировал 136 объектов недвижимости. Все они едва уместились на пяти страницах. 80 помещений, десяток зданий, земельные участки, в собственности даже сооружения энергетики водозаборные сооружения, канализационные тепловые сети, водопровод, ну и 28 квартир. А самым богатым депутатом регионального парламента вновь стал Сергей Калинин, указавший доход за 2016 год 229 миллионов рублей. Таким образом, председатель Совета директоров холдинговой компании «Акция» заработал почти в 26 раз больше президента страны Владимира Путина, чей доход в 2016 составил почти 9 миллионов рублей. Ну а в пятницу в СМИ появилась информация об обысках в двух крупных омских компаниях «Акции» и «Омск-Горгазе». Силовики изъяли документацию. Как написало издание «Коммерческие вести», уголовное дело связано с арендой газопроводов. Якобы деньги, потраченные на аренду, позже заложили в тариф на транспортировку газа для потребителей. Отмечу, что обыски в Следственном комитете официально не подтвердили, в полиции, на которой ссылались журналисты, информацию также не подтвердили, но и не опровергли. Между тем, по мнению председателя Совета директоров «Акции» Сергея Калинина, обыски проводятся в целях политического давления на его компаньона, депутата Госдумы Андрея Голушко. К другим темам. Уже на следующей неделе из колонии по УДО может выйти Юрий Гамбург. Напомню, областного чиновника посадили на пять с половиной лет за махинацией землей. До того, как он занял кресло заместителя главы региона, он был директором Департамента имущественных отношений Омска и в этот период продал участки земли по заниженной стоимости, нанеся ущерб бюджету на 400 миллионов рублей. Отмечу, что нарушения в сфере земельного законодательства одни из самых распространенных в Омской области. Примеров, когда выданная земля используется совсем в других целях, немало. Моя коллега Тахминат Инысова о некоторых из них. Павильон в частном секторе Ленинского округа открыт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. На месте, где закон разрешает строительство только жилого дома, уже давно работает в магазин. Вывеска «Горячее питание» специально, чтобы даже по ночам продавать алкоголь. Территория магазина окружена колючей проволокой. С продавцом, которая увидела включенную камеру, случился приступ амнезии. «Здесь такое есть? Появляется? Ну, собственник земельного участка. Да вы даже не знаете, да? Просто осуществляете торговую деятельность и все, да? Вы работаете, вы продавец? А вы тогда, получается, договор с кем заключали? То есть вы неофициально работаете? А кто ваш работодатель? Земельный участок на улице Гуртьева предназначен для жилого дома, но никак не под торговлю. И таких примеров сотни. На улице Пятой путевой вместо частного дома целый мини-рынок. Искусственные цветы, рыболовные снасти, посуда. Владелец о нарушении знает. И три года безрезультатно пытается изменить назначение земельного участка. Не получается. Пока строило одноэтажное здание, случайно залез на муниципальную территорию. А это означает большие бюрократические проблемы. Три года я уже хожу по всем санкциям и ничего не могу добиться. Я знаю, что я нарушил, но я же не сижу, например. Захватил землю и не сижу. Не особо торговля идет сейчас. Уже, наверное, к закату, потому что эти большие магазины все позакрывали нам. Все каналы перекрыли. Поэтому выживаем. Но гораздо больше примеров, когда коммерсанты намеренно идут на ухищрения. Вот огромная территория в Кировском округе. На этом земельном участке рядом с линией электропередач предприниматель взял в аренду всего 4 квадратных метра. По бумагам на этом микроскопическом участке должны появиться два крупных комплекса. Земельный участок был предоставлен под строительство гостиницы и кафе. По факту ничего здесь нету. Никакого строительства не осуществляется. Следовательно, было выдано предписание на устранение данного нарушения, либо поменять вид разрешенного использования назначения, либо приступить к строительству. Предписание уже подошло к сроку. За данным нарушением был назначен штраф в размере от 100 тысяч рублей. Прошло три года, но работы даже не начинались. Получается, сам не строит, но и застолбил за собой территорию до востребования. А в самом центре Омска рядом со стадионом «Красная звезда» больше пяти лет, как вырублен сквер и вырыт котлован. По закону, чтобы землю не забрали, строить не обязательно. Достаточно создавать видимость строительства. Зато потом цена на право аренды может достигнуть миллионов рублей. Тахминат Инысов, Анатолий Серов и Павел Ходынский. Омск здесь. Как на грудном молоке и семенной жидкости зарабатывают на жилье и автомобиль, расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. H.P.I.P. Город звучит. Хорошо там, где есть Радио Дача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. 103.9 FM в Омске. Доноров в Омске стало больше. Это отметили 20 апреля, в Национальный день донора. Причем горожане сдают не только кровь или ее компоненты. Ольга Качкро выяснила, какие еще биологические жидкости можно сдать и сколько удастся на этом заработать. Чаще всего амичи сдают кровь. За 450 мл можно получить 500 рублей. Два отгула и продуктовый набор. Однако ходить в центр крови как на работу не выйдет. Сдать кровь разрешается не более пяти раз в год мужчинам и четырех раз женщинам. При этом интервалы между процедурами должны быть не менее 60 дней. В два раза чаще можно сдавать компоненты крови. Два раза в месяц, но не больше 12 раз в год. За плазму платят 600 рублей, за тромбоциты 700 рублей, плюс традиционный обед и два дня выходных. Через несколько лет почетным донорам гарантируются всевозможные льготы. Подзаработать можно и после похода в парикмахерскую. Но только если у вас коса до пояса, волосы принимают от 45 сантиметров. Оценивают в граммах. За каждые 100 граммов – 1000 рублей. Больше платят донорам в центрах репродуктивной медицины. Но для этого необходимо иметь не только отменное здоровье, но и обладать привлекательной внешностью. Мужское донорство оплачивается меньше, но чаще. Как правило, человек заключает контракт с медицинской клиникой и в течение одного года может сдавать семенную жидкость один-два раза в неделю. За первую процедуру сдачи платят 500 рублей, за каждую последующую – 1000 рублей. То есть в год на донорстве можно зарабатывать около 100 тысяч рублей. Забор яйцеклетки стоит значительно дороже – от 50-80 тысяч рублей за разовую сдачу. Но подготовка к процедуре сложнее. Сделать это можно и в Омске. Однако сами доноры на форумах рассказывают, что лучше ехать в Новосибирск или Красноярск. Там платят больше. Повторное участие в программе ЭКО возможно не раньше, чем через 3-4 месяца при отсутствии противопоказаний. Еще один, пока не слишком распространенный вид донорства – грудное молоко. Чаще всего покупатели и продавцы договариваются либо прямо в роддоме, либо в интернете. За 100 мл кормилицы просят 150-300 рублей. Учитывая, что уже к концу второго месяца жизни младенцу нужно до 800 мл молока в сутки, доход в месяц может составить более 70 тысяч рублей. Есть все эти и совсем необычные предложения. Так достаточно часто ищут донора для сдачи анализов мочи и крови на наркотики или в качестве поставщика сырья для процедур уринотерапии. И последнее. На этой неделе отмечали Международный день памятников и исторических мест. В Омске их более 200. Большинство хорошо знакомо о мечам, но немало и таких, которые расположены в стороне от традиционных экскурсионных маршрутов. Тропа к ним не то чтобы заросла, а скорее просто не была протоптана. Дмитрий Куканас нашел малоизвестные, незаслуженно забытые и по-настоящему уникальные памятники. Один из старейших фонтанов в городе, в этом году ему исполняется 80 лет, установлен перед главным корпусом аграрного университета и оформлен вот такой необычной скульптурной группой. Что символизируют лягушки, обращенные к крокодилу, сегодня, наверное, уже никто и не знает. В 60-е здесь был центр культурной жизни и самый красивый в городе цветник. А современная молодежь называет фонтан памятником Зуми, и есть такая популярная компьютерная игра, главный персонаж которой очень похожа на этих лягушках. Представителей фауны можно встретить и в Старом Кировске, в сквере на улице Мельничной. Слон, носорог, верблюд, кенгуру и почему-то змей Горыныч. Вот такой вот странный загадочный зоопарк. Фигуры устроены таким образом, что по ним можно спокойно полазить. Детям точно будет интересно. Ну а двумя годами раньше скульптуры привели в порядок, и теперь желающих отдохнуть здесь стало гораздо больше. Земной шар, крутящийся в колесе времени и стоящий на трех опорах. Добросовестность, профессионализм и служение. Пожалуй, это один из самых неоднозначных омских памятников, но единственный в стране установленный, цитирую, вознаменование многочисленных достижений государственной статистики. Автор эскиза Анатолий Агеенко, один из руководителей Омскстата. Говорят, его вдохновили подобные сооружения в Германии, а изготовили конструкцию в исправительной колонии номер 6. А вот другую необычную и глубоко метафоричную скульптуру ничуть теперь смогут увидеть разве что на фотографиях. Работа Александра Капралова «Между небом и землей» стояла на улице Чапаева, но купивший ее бизнесмен свернул дела в Омске и переехал, забрав с собой. Коммунальный карась уплыл, но остался верен заложенному в него смыслу. Люди живут в ожидании чего-то светлого. Ради которого иногда необходимо оторваться от насиженных мест. Дмитрий Куканас, Антон Щетинин. Омск здесь. Верьте в лучшее. Это была программа «Омск здесь». До встречи через неделю.